Добрый вечер, спасибо, что пришли. У нас сегодня очередной показ в рамках программы, кинопрограммы к выставке «Генеральная репетиция» General Rehearsal. И мне очень приятно сегодня, что у нас на показе присутствует, собственно, режиссер фильма. Это Моричел Калеля Парисио. И прежде чем передать ей слово для того, чтобы чуть-чуть представить фильм, потому что на самом деле основное интересное обсуждение будет после, с участием Моричел и Кати Ганюшиной, исследователя современного танца, мне бы хотелось только сказать, что то, что мы пытаемся показывать, те фильмы, которые мы пытаемся показывать, и почему я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня. Это фильмы, которые имеют человеческий масштаб. То, что мы показываем, фильмы, имеющие человеческий масштаб, соотносящиеся с тем, что происходит сегодня в мире. И это фильмы, которые далеко не всегда такой вот прожекторальный свет медиа способен выловить и сделать каким-то трендом или еще чем-то. И тем не менее я вижу задачи там своей работы и работы других кураторов и программеров в том, чтобы выхватывать такие отдельные особенные вещи, направлять на них взгляды зрителей, приглашать зрителей. Потому что такие фильмы очень часто могут пройти совершенно незамеченными, а возможно в них кроется что-то очень важное, что-то, что и является развитием кино вперед. И, собственно, фильм «Моричель» — это такая вот очень интересная попытка диалога кино и современного танца. И это очень особенный, на мой взгляд, фильм. И еще одна важная про него вещь, которая встраивает его в контекст — это то, что это каталанский фильм. И интересно, что сейчас наметилась какая-то, во-первых, вообще новая волна в каталанском кино, а во-вторых, то, что это новая женская волна в каталанском кино. То есть очень много режиссеров из этого региона Испании, которые делают абсолютно новое интересное кино очень человеческого масштаба. Так что я просто говорила про «Скаланский фильм» — «Новая вага в каталанском кино». Поэтому это был мой вопрос. Я вам даю флора. «Доброе вечер», «Приятар Бут» — это здесь. Извините, не русский. Спасибо, что меня приглашает, чтобы представить фильм. Это очень личный фильм, который приходит из желания portrayащего в городе моего рода, и в виде жизни, который в том же время играет с реальными эмоциями. Меня и с актрисой, и я приглашаю вас смотреть фильм и я надеюсь, что вам понравится и жить за 1 часа в этом городе с Моникой и Пиларом, и в конце мы будем здесь, чтобы поговорить немного о создании и о том, что вы хотите поговорить. Спасибо. Спасибо. Для начала мне хотелось бы буквально два слова сказать. Во-первых, спасибо за фильм. Он действительно работает. А во-вторых, во время фильма запомнилась твоя фраза, которую ты сегодня сказала про то, что ты хотела сделать такой неореалистичный фильм, но при этом в очень интимном пространстве, в очень маленьком. И я смотрел этот фильм, то есть это эти непрофессиональные актеры, вот это соединение как бы настоящего и вымышленного, подлинного и придуманного, и думал о том, как интересным образом вот тот человеческий масштаб этого фильма, соразмерность человеку, как через фигуру Моники, главного актера, главного персонажа этого фильма, мы словно бы в течение двух часов обретаем на самом деле сами себя. То есть как мы приходим к осознанию собственных границ собственного тела и какой-то концентрации внутри себя с тем, чтобы потом эту концентрацию, может быть, после показа суметь отдать обратно куда-то в другие уже пространства, в другую жизнь и в другие. Это был короткий совсем комментарий. Мне бы хотелось представить еще раз наших гостей. Катя Ганюшина, исследователь современного танца и Мерит Челл, собственно, автор фильма, который мы только что посмотрели. Предоставляю, собственно, слово, наверное, Мерит Челл. Мой вопрос первый будет про то, расскажи, пожалуйста, про историю создания фильма, про то, кто здесь актер, кто не актер, что вымышленное, что настоящее, и все, что мы видим. Привет, buenas tardes. Спасибо, спасибо, как я вам сказал. Как я вам сказал, все это происходит из желания о том, что мне было очень важно чтобы все исходя из реалии, чтобы было что-то реальное. И я также хотела работать не только о реальных действиях, но и о реальных действиях, но и о реальных действиях не только эмоции, не только эмоции, а также эмоции, а также эмоции, которые я мог бы жить в этой ситуации, но и тоже эмоции. Поэтому, после того, как я делаю эту тему, я не буду говорить о профессиональном и не профессиональном, потому что каждый может быть профессиональным, но и люди, которые действуют в первую очередь, и люди, которые проводят много времени, много времени. То есть, для меня было очень важно, что две основные акции, Моника и Конча Канал, которые были в первую очередь, были в первую очередь, как я. И, конечно, это первая часть, чтобы быть в фильме, чтобы жить в другую жизнь. И, конечно, две акции, которые занимают больше времени, которые у них есть карьера в кино, которые у них есть, и она Фернандес, которые были в семье, и мы заоценим на это, чтобы с сценой, с более драматикой, они могли бы дать точность или безопасность, особенно в том, в течение каких-то драматических. Редактор с людьми, есть люди, есть люди, моим семьям, и они две, Моника Гардиа, кореографа, на «Витя реаль». И Конча Канал, она есть 88 лет, она уже 90 лет, она живет в своей доме, она живет в своем доме, и она отдала на землю всю жизнь. То есть, что это реаль, что это фикциона, это фронтера difícil, не только в том, что случилось в истории, но и в том, что мы чувствуем, этот прибор, и как, из-за дистанция начала, и из-за того, из-за того, что они работают вместе, как, через время, из-за того, что они живут вместе, в доме, 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 спеянного солнца, Это, на первый взгляд, достаточно избитая тема, потому что кино и танца много, и давно этим занимаются, и по-разному. Но мне кажется, что этот фильм, чем он примечателен? Тем, что он на самом деле схватил природу самой сути, самой формы танца. И, наверное, моя задача здесь сегодня, в этом разговоре, в этой дискуссии, понять и сформулировать, каким образом, за счет чего это произошло. И вот на примере уже того, о чем сказала Меричель, можно уже сказать, вот она первая какая-то методология, инструмент или техника, в котором то, как создавался этот фильм, и то, как происходит работа в современном танце, они созвучны. Потому что в современном танце мы не занимаемся тем, что приходит хореограф и говорит танцовщикам. А теперь все повторяем за мной. И раз. То есть, в принципе, уже давным-давно, современный пин и бауш – это общее место, что создание танца – это всегда некая лаборатория. И хореограф – это всего лишь инициатор, который приносит какую-то тему. А уже совместный коллектив хореографа-танцовщиков вместе исследует эту тему. Как говорила, например, упомянутая много раз в фильме «Фина Бауш», она разговаривала со своими танцовщиками в первую очередь о том, о чем была их работа. И это, на мой взгляд, первая очень важная методология. И этот фильм для меня примечателен вот этим смешением. Это не чисто художественный фильм, это не чисто документальный фильм. Это некое смешение, проживание. Поэтому, на самом деле, чтобы проявить какие-то другие вещи, я бы, наверное, прям прошлась по каким-то вещам. Я делала прям заметки в течение просмотра. Вот первая вещь, которая в результате у нас получается из-за того, что мы пытаемся как-то проявить реальность по-другому, не сыграть ее, мы выходим из репрезентации. То есть, если вы заметили, вот эти две главные актрисы, которые, на самом деле, не актрисы, они проживают эти все действия, которые они делают. Они их не играют. Но при этом, с другой стороны, прекрасный режиссер Меричель не ставит им задачи «А теперь проживите что-то». Внезапную встречу, радость. Если вы заметили, то в основном все действия, которые происходят в фильме, это обыденные действия. То есть, они играют в карты, они едят, она моет голову маме. То есть, это прям реально обыденные действия. И история современного танца уже больше полувека знает это. И современный танец с этим работает. Потому что еще в 60-х, даже 50-х годах в Нью-Йорке был такой целый вброс обыденности в танец. И с помощью попытки танцовщикам воспроизвести обыденное движение. И с другой стороны, просто привлечением абсолютно тот же метод, который использует Меричель, привлечение человека, не танцовщика, не профессионального, в исполнение и в создание, что тоже важно, какого-то произведения. Поэтому, мне кажется, вот это интересная история, про выход из репрезентации. Поэтому, наверное, этот фильм кажется таким другим. И в этом смысле, мне кажется, ужасно иронично, что единственный танец, который появляется в фильме, танец в привычном понимании, под музыку, на сцене, в костюмах, это танец на экране компьютера, ограниченный 2D. И, на самом деле, как я отметила в другом своем комментарии к фильму, в посте на Facebook, что в этом фильме очень много ощущенческих метафор, как я сказала. Вы бы посмеялись, видимо, имея в виду, что метафоры не могут быть ощущенческими, но тем не менее. И, например, вторая, мне показалась интересная такая перекличка с вот этим вот выходом из репрезентации в проживание, как бы основной метод, который использует танец, современный танец, это многочисленные, и это уже вопрос очень тоже интересного метода монтажа, это многочисленные такие картины still life, то, что называется, такие натюр-морты даже по названию слова «мертвая природа». Но, тем не менее, если вы посмотрите, они все наполнены движением, там на самом деле нет ни одного still life. И это, в свою очередь, тоже такой очень интересный аспект существования сегодня современного танца. А именно, ну как бы вообще некий такой большой вопрос, что есть танец и где существует танец, и такой напрашивающийся вывод, что все есть танец, и танец есть везде и во всем. А с другой стороны, такая тоже, опять же, интересный выход как бы в другой какой-то мир, в другую парадигму. Я сейчас имею в виду, опять же, какое-то нарушение вот этой вот ренессансной картинки по поводу того, что есть человек, который мыслит, он, кстати, и умеет чувствовать, да, а есть природа, все остальное – растения, камни, животные. Ну, животные могут, по-моему, в этой вот ренессансной парадигме чувствовать, но как бы растения, например, уже нет. И, например, последние исследования научные, в том числе биологов, в общем-то, опровергают эту парадигму, а философия предлагает нам тоже интересный такой подход и взгляд на этот постгуманизм или трансгуманизм, да, который предлагает нам, ну, как бы не делить вообще-то вот так, да, говорить, что и слово может быть сущностью, и стол может быть сущностью, и птица, и червяк, и досикомое какое-то, да. И вот в этом смысле тоже, мне кажется, вот вполне, может быть, ненамеренно, интуитивно помещая вот такие вот стил «lives», стил, ну, как бы, такие мертвую природу, которая, на самом деле, не мертвая, в ряд этого фильма. Это тоже такой своеобразный комментарий, на самом деле, очень плотно связанный с тем, как работает современный танец, с тем, что такое танец, да, и, например, с тем, что это действительно может быть такой какой-то всеприсущей историей. Вот, поэтому, на самом деле, мне кажется, было бы очень интересно посмотреть в этом смысле на танец как на какой-то метод, да, методологию, которую, например, я вот как-то своими словами попыталась описать, как я чувствую, как, например, это в этом фильме развивается. Вот, и мне интересно, например, узнать в Меричель, как бы, как это было или не было в процессе работы. Да, да, да. Это, да, 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 да. , да, 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 да. открытка, de aproximacion, сем國家, которые Possoть см и они там это для И как он из-за внутренних, и из-за внутренних, и из-за внутренних, и из-за внутренних. И это фильм, как это, исследование. Это персонаж fragmentado, сконетно, начинает с борозой, и, по-моему, он видит свои формы, свои различные движения. Он как скульпировал себя, он liberал, он видит формы. То есть, если это, то есть, как у меня все думают, обновление с дистанционно, и интеллект, и дистанционно, такие дифференты, и, соответственно, и можно с уверенностью центрады, и, в муриный фильтр, и в сейсс, Это как бы очень очень дизельно, но все во-пятания. В общем, Моника-моника-моника-моника-моника-моника-моника. Поэтому садятся дизельные персонажи. И потом есть лицо, человек. Как он релается с одной стороны, с другой, с другой... И вот есть также двое. частью данцы. В то время мы работали много на соцсетях, стадоя, атмосферах и, в то время, каждый из них подняли именемы. Их именем может быть и герой, может быть, может быть, как оценивание, например, и может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, а также, в том смысле, данца. Что это делать? Поехали. Поехали. Возвращение, в том числе, в том числе, в том числе, что мы хотели… И это очень хорошо, потому что, в моем видео, что, в моем видео, мы говорили, что теперь вы там делали, и вы делали, что нам нужно делать с этим. Это связано с тем, как в рамках, как в ассетях, что, это видеть время. Данция – это замечательная, физическая, которая состоит из одного, и она постоянно в диалоге с другим. Я живу и сцеплю немного так. И из-за того, мы работаем все время, в том, чтобы дать формы на эволюционных персонажей и в отношении с тем, как скульпировать. Вот то, о чем ты говоришь здесь, в этом современном фарыбике, который ты сняла, есть еще и другая инстанция, кроме персонажей, кроме природы и кроме камеры, о которых мы уже сказали, есть другая инстанция, есть режиссер. Как ты добивалась этого? Как ты работала? Даже какое-то, я не знаю, не могу подобрать правильное слово, как ты организовывала это? Как ты касалась людей? Как ты сообщала им, коммуницировала им то, что ты хочешь сделать? Ну, как ты думаешь? Ну, просто, что ты делаешь на этом? Ну, как ты, как ты работаешь, то, что вы делаете в этот проект. Ну, что, то, что ты делаешь, И, то есть, это было очень важно. Se hablaba mucho, se hablaba mucho para que todo no partiera de mí, sino que partiera un poco de todas, crear ese espacio común. Ella decía, un coreógrafo no busca que unos intérpretes, unos bailarines ejecuten algo, es lo contrario, es intentar hacer vivir al otro, hacer que transite algo. И, может быть, эта перікула, что мы делаем, что мы делаем вместе, что мы делаем вместе, что мы делаем. Мы делаем семь техники, они две всегда, с актрисами, которые приходили, и мы живем в той же семье. То есть это, обитать, 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 из-за того, и, конкретно, мой работа была поговорить много из персонажей, не только из-за психологии, потому что я хотела, чтобы психология была из-за актрисы, но и в какой момент они были. То есть, из-за этого диалога мы делаем сцены сцены, типа, если мы делаем, например, сцены, что вы думали, что мы сидели сцены, сейчас мы идем вместе, и будем собираться. И прощаться, когда мы стоялись в целом и стали общаться, и спусте, что мы тут Присоединяйте на кореографии, в какой-то форме, как вы знаете, что форма финала вы хотите, и на свободе, для того, чтобы все, что вы пытаетесь, что вы найдете в них. Никогда что-то не было поставлено, но что они, через свою форму в отношении себя, связаны с сэссией. Не знаю, если я отвечу очень конкретно, или нет. Мне кажется, знаешь, ты интересную очень тоже вещь затронула сейчас, как ты говорила. Это, в принципе, достаточно такие часто проговариваемые нами фразы про создание атмосферы, пространства и так далее. Но чаще всего это что-то неуловимое, невербализуемое. Это просто какое-то ощущение. И вот в этом смысле, мне кажется, танец и то, что происходит в танце, и попытка как-то концептуализировать, понять, проговорить, что это такое, как-то отчасти это объясняет. Я сейчас про это больше скажу, но мне хочется вспомнить тоже сцену из фильма, который, мне кажется, каким-то чудесным, таким ощущенческим образом это проявляет в тот момент, когда они сидят за столом, завтракают, и Елена вместе с мужем, они начинают расписывать планы каких-то возможных новых жилищ для мамы, которые, понятно, находятся в своем каком-то процессе, и они как-то очень неаккуратны. Хотя, с другой стороны, их не в чем обвинить, потому что они родственники, которые переживают за своего родственника и думают, где он будет жить. Поэтому, естественно, нужно решить вопрос с новым жильем. Но при этом есть такой в этом смысле, в этот момент, в этой сцене антипод Моника, которая понимает, что мама сейчас находится в каком-то своем процессе, и будучи человеком, который много работает, если тоже более быть точными, не с эмоциями скорее, как мы обычно говорим, танец – это выражение эмоций, а с эффектами, то она как бы в этот момент останавливает такую рациональную Елену, которая говорит, что вот надо сейчас быстро все решить, сделать и так далее. А по поводу методологии, которая предлагает танец в этом смысле, и, мне кажется, вот эта красивая сцена про то, почему именно танцовщица или хореограф Моника понимает и слышит эту другую темпоральность того, что происходит, это так называемое производство пространства тела в танце. Вот такой есть философ португальский Хосе Жиль, который написал статью «Парадоксальное тело», в которой он, в частности, пытается описать и объяснить, что через что проходит танцовщик в танце, когда случается вот этот выплеск аффекта в движении в реальности какой-то, в обыденности, когда все его внутреннее пространство трансформируется, пролонгируется, секретируется во внешнее пространство, когда движение, живущее внутри, вот этот вот аффект, живущий в человеке, исчерпал все внутреннее пространство, и оно переходит во внешнее, и так рождается движение. Но что происходит в этот момент, почему такая чувствительность у танцовщика? потому что в этот момент тоже такая прекрасная метафора, которую Хосе Жиль предлагает, вся поверхность становится кожей, то есть мое тело – это кожа, не знаю, пол – это кожа, что-то еще, все становится кожей, все чувствуется, и чувствуется не там, мы посмотрели, мы обратили мозгом, мы поняли, а чувствуется каким-то совсем другим образом. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это интересная такая тоже… Я в этом смысле сегодня это увидела, я наблюдала за тем, как мы смотрели, и я, в принципе, это предполагала, и мое предположение подтвердилось, что мы, будучи воспитанными взросшими в этом рациональном, каком-то другом устое, нам очень сложно, точно так же, как эта Еленя, нам очень сложно выдерживать эту темпоральность. Нам нужно посмотреть в айфон, ничего не происходит, все, я теряю время, боже мой, у меня столько событий происходит, сейчас начнется футбол и так далее, надо идти. Ну, то есть вот это вот, да, какая-то… Вот другая вот именно темпоральность, да, и мы в какой-то момент мы не готовы дать себе время, что ты на самом деле… Мне кажется, это прям прием твой в этом фильме давать время всему, да. Вот прекрасная мне пришла в голову сейчас сцена, когда Моника плакала, когда племянница рассказала, что вот, когда они ходили на Пену Бауш и так далее, да, и это прям вот это вот время, время, которое длится, но оно не длится в смысле, вот она будет плакать там пять минут, или, боже, пять минут это долго, давайте там намеком раз, она начала плакать, все, мы поняли, что она плакает, плачет, поехали дальше. А это прям проживание вот этого, да. Это вот и есть на самом деле такой танец, когда само движение и есть аффект, и есть его проживание, и поэтому у него нет какой-то заведомой правильной или неправильной темпоральности, но что сложно, ты как зритель, ты должен довериться этой темпоральности. То есть, если она плачет десять минут, то, ну, это не может быть просто обозначением, это не может быть долг, она плачет. Конечно, есть не только один раз. Конечно, есть разница в том, раз. Да, конечно, есть разница, Нееof, то, есть время для того, чтобы проживаться, чтобы проживаться на то, если вы поможете на то, Вот так же, когда он работает, как в кино. И мне, в кино, это место для того, чтобы это жить, и практичет, и теперь, и интенсификационная percepción, что танцева тоже есть это. Конечно, я каждый раз вижу танцева, это что-то из-за того, что это прекрасно, чтобы иметь стабильность через тело, чтобы быть способом интенсифицированным образом, через один из-за себя, без ничего больше. То есть, что мы хотим в этой фильме это интенсирование времени, это исключение времени, как форма для reconciliации, и это транситирование, которое мы не обучаем, это создание, а также на актрисе, это быть в месте и реакционирование, и дать время для реакционирования, но не потому, что ты ждешь это делать, в том числе, и в том числе, и в том числе, и в этом смысле, в том числе, когда я увидела это, когда Моника лора, если бы мы убежали раньше, то, если бы мы убежали, то, что эта фраза из Елена, из Берта, она уничтожила. Но, в этом случае, то, что происходит, не только происходит, но и дело, в том числе, но и в том числе, что происходит. что происходит с помощью своего тела. Есть что-то происходит внутри, что это более сложное, но в этом первом gestе и в этом сложном состоянии мы хотели быть, в том, что внутри они происходят многое. И для чувствования, что внутри они происходят многое, ты должен отдать время. И в отношении как мы работаем, по-другому, это тоже имеет что-то очень физическое. Мы всегда работали с физическим. Например, с Конша говорили, что у тебя здесь что-то весело, и что-то в голове не мешает тебе говорить из-за того места. Мы работали, мы поставили имущества на теле, на теле, на теле, на теле, и в таком виде она связалась с тем, что мы хотели искать. С Моникой это же самое, как говорить о том, как она vestила, как она была, как она была, если она была с армадурой, которая сфиксировала и не оставилася. Или, если, если, когда она была сфиксирована, то, что мы работали. с физическим. То есть, от внешнего к внутреннему. Тут можно добавить, из того, что ты говоришь, еще новую систему координат, деревня-город, город-деревня, потому что те персонажи, которые пытаются привнести рациональность, быстроту, порядок и такую эффективность, они из Барселоны, или я не помню, откуда они приехали, а мы говорим про деревню, в которой, если я не ошибаюсь, по твоим словам, шесть или семь человек живет. То есть, это такое, как бы, руральное состояние и, есть некоторая позиция, да, здесь, между городом и деревней. Почему ты решила делать этот фильм именно, вот, еще и в этом противопоставлении? То есть, Моника уже покидает Буэнос-Айрес и приезжает в деревню и потом остается в этой деревне. И, justamente, уна-де лас-косас де лас-керрия лар эра деса сиуда-де-эса-сиуда ке-те паса пор-encима окено те дырга вибир эл тенпо, ке-но тенэс тенпо, етемпо, ес кмммс ес смо эсс е контрарелог, и но пудес транзитарнадо. Ту вибе и бибес генеран до козас ке-ммсо мучо рудо ату алредодор, те паса-алго и не может динамить, потому что не у нас есть время для пара и покраски. что происходит внутри. Это город, скажем, что ты откроешься, что ты разворачиваешься самостоятельно, что ты не мешаешь общаться с твоим внутренним. И, вдруг, с силенцием это что-то с которым ты confrontаешь и, в основном, это что-то дает страх, клаустрофобия, это дает множество, просто потому, что ты положишься с тем, что ты не слышал из-за много времени, но, когда ты оставишься в данном случае, это что-то позволяет тебе уроклиться. Это нечто, чем то, что я врагу заживаю, зашел веку, что из-за того, скучного времени, что ты можешь сказать, что, после того, я тогда покажусь, что когда я такая. Наверное, это это пулиан, ты плачешь, вueк, Много ruид, у тебя телефон, у тебя тысячи вещи. То есть, вдруг, например, я иду по-другому, и я был один месяц, и вау! То есть, у меня была очень большая transformация. Не только потому, что я был где-то, но и потому, что ты регенера. То есть, с ольга с что-то, что ты не против, не против меня. Моника со своим в time, с тыл. Те, как он не не inequирен. И, как он не может вспомнить, отзыв. И, в таких случаях, открываешься наслаждаться с театрой, что в современном танце, в современном танце, в том числе, в коммуникации, может идти дальше. На самом деле, это какая-то очень интересная связь по поводу наличия природы деревни в современном танце, потому что, как и эта история с аффектом и попыткой войти в аффект, выразить аффект, пережить аффект, сопровождает всю историю современного танца вплоть до наших дней. Точно так же и как, не знаю, Айседора Дункан начала с попытки как-то соединиться с природным в такой отчасти опасении перед лицом технократического XX века. Или, например, та же Анна Халприн, которая уже во второй, практически в середине второй половины XX века просто вообще ушла в леса и просто собирает огромное количество людей где-то там, я не знаю, в степях Калифорнии, наверное. Ну, в общем, в Калифорнии, на абсолютной природе, вне совершенно города. Поэтому эта тема все время действительно идет. Но при этом, правда, существует такое понимание, что современный танец, как часть в том числе и современного искусства, это какая-то такая действительно руральная история, урбанистическая, какая-то технократическая в этом смысле. И, на самом деле, мне кажется, что в фильме тоже есть такая прекрасная сцена, как-то с этим разговаривающая, когда они сажают цветы, по-моему. И это, конечно, просто прекрасно в том смысле, что это деревня. И вот ты соприкасаешься с природой. Это не какая-то абстрактная природа. Это вот конкретно земля и люди, которые непосредственно в таком физическом касании, соприкосновении находятся с этой землей. И это, правда, очень как-то трогательно, что именно в этот момент появляется какой-то самый главный аффект, который считается сейчас банальным, выхолощенным и неинтересным, разговор про него, а именно про любовь. Он говорит, если делаешь с любовью, то будет как нужно. И, на самом деле, для нас это звучит как… Окей, я знаю, я помню это, мудрый ты человек. Но, с другой стороны, вот эта вот вся работа телесная, про которую мы так много говорим и которая так круто используется в фильме, она же, на самом деле, про это. То есть это и есть какое-то, как ты говоришь, принятие себя, своей истории, удаление каких-то границ между городом и деревней в том числе. Вот это какая-то общность, такая буддийская. Бог есть во всем. Мне показалось, что это, правда, какой-то очень трогательный момент. И это круто, если, как мы говорили с тобой до этого, что вообще сам весь процесс создания… Вот мы делились с тобой, как ты работаешь, как я работаю. И я, будучи таким адептом в том числе и концептуального танца, я говорила про то, что… Ну, я, например, делала очень большой ресерч просто концептуальный. То есть я очень-очень много читаю. Сначала с текстом в формате очень много работаю. А потом там, допустим, я пытаюсь найти как-то это движение. Но вот то, что на финальной стадии происходит… Вот это, мне кажется, какое-то… Вот если ты делаешь это с любовью… Мы говорили про то, что… А на финальной стадии ты просто… Весь этот огромный наработанный материал, неважно, текстовый, телесный какой-то еще… Видеоматериал, да? Ты просто садишься и интуитивным образом собираешь. И это тоже какое-то такое умение доверять себе. Если ты не будешь доверять себе, если ты будешь пытаться каким-то… Окей, скажем, рациональным образом к этому подходить, то вот этот вот аффект не перешагнет, грубо говоря, экран, четвертую стену в театре или whatever, в зависимости от того, в каком медиа ты работаешь. Вот, мне показалось тоже это важно сказать. Минтраз, пенсайс, pergunta, да? Мне рефери,у-у-у, Роберт Брессон, говоривало многое о том, что можно интеллектуализовать много предвестного она, апреля, но у ментраз вида, моего два года в downtime, у вас должно быть, что нужно очень чувствовать. Потому что, у нас должно чувствовать, и они почувствуют виды, что-то такое. В этом видео было очень интересно, поставив, объяснить, математизирование и транслятор самое главное что-то из тех, как все это име Светланов. И в релизнестанием было очень красиво, это видео, кто мне сказали, что мне сказал не произошло никогда, но с теми что-то было из-за своей нашество, что конкретно сегодня все это было, как районные, điают по-любному из-настоящего, И когда мне это сказал, я думал, что да, это было хорошо думать из-за того, потому что танца была в эссенции человека с начала, и закончить с этим импульсом примитивным танцем, с этим реконтактироваться с земной. Как говорится, хорошая импровизация – это хорошо подготовленная импровизация. Друзья, задавайте вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, глупых вопросов нет. Ваши все вопросы будут абсолютно приняты, потому что вы будете добавлять к нашему пространству. Ваш фильм очень такой чистый, понятный по сюжету, по эмоции. Мне очень понравилась финальная сцена с танцем. Как бы некое освобождение эмоций главной героини – это здорово. Возникли вопросы в двух сценах, где героиня одна, там какие-то очень громкие звуки, якобы взрывающиеся петарды или как будто бы бревно там бьет. Ну, с чем это связано? Ну, это, наверное, точно не брак. А что вы имели в виду? Спасибо. А какие сониды ты реферешь? На сцена финальной? В последней сцены… Это было в двух сценах, в начале, когда героиня находится одна, там на природе, с лошадьми, там вот такие громкие звуки какие-то были. Не понятно откуда издают. Ага. Ага. Как я решила сцена с павелами? Те на сцене сцены. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дело в том, что в фильме звук записан с достаточно большой амплитудой То есть есть какие-то громкие моменты, а потом тихие И мы поняли, что пока мы смотрели фильм, Меричел занималась тем, что стояла вместе с прожекционистом И они выстраивали просто звук относительно каждой сцены И не всегда, видимо, попадали в... Добрый вечер, меня зовут Светлана И у меня следующий вопрос Прозвучало, вот Меричел сказала, что была такая аналогия со скульптурой Как будто скульптор там что-то создает, творит Но в то же время вы взяли за все-таки основу фильма именно современную хореографию Почему тогда не использовались именно чем-то продиктованы лично выбор вида, да, искусства? Почему не хореография? Почему не живопись? Это первый как бы вопрос А второй вопрос Испания достаточно богата своей историей, в том числе танцевальной Почему не использовалась традиционная, допустим, хореография, свойственная вашей стране? Почему не было какого-то отсыла, может быть, между поколениями, да, между городом-деревней? То есть либо это не являлось главным, да, именно мыслью фильма Вот, пожалуй, два таких вопроса возникло Respecto a la primera, когда я говорила о createе, я думаю, что если я экспрессировали В начале трансформации анатон, неизвенно появилось Сурай, я deactivала танца и не другой язык, потому что танца expressа себя физически и корпорал Поэтому, в центре этой анатон, это память и чай, да, да, и естественно, то, и здесь было И, да, и space, и это отношение Значит, то, есть, там, да, и есть очень конекция довольно-очень на двойце языках В то же время, когда кто-то видит, когда кто-то видит, он не может применять свой significат. Питание имеет форму, как у него немного более закрыто, в этом смысле. или скультура. То есть, что мне очень интересовало было, чтобы эта инструмент артистская, которая была с собой, и свою связь с тем, и то, что она очень хорошо показывала... ...это художественный инструмент именно сам человек. И фильм посвящен именно человеку, и, соответственно, через человеку идет вот это творчество. Exacto. Это прохладное человечество и как, когда он откроет, когда он встанет, его экспрессия очень лимитая. И, по-моему, когда он не дает, его тело тоже comunитет из-за другого места и liberа. То есть, что он не может понимать, expressать друг другу, ни с словами, ни с именем, ни с его próprio тело, когда он не способен conectать самим, потому что он не conectает с другим, когда он не conectает с другим, в момент в том, когда он не conectает с другим, encuentra у него форма, encuentra у него движение. Мне казалось, что танца играла очень хорошо с этим, и особенно с танцем, потому что с танцем не отвечает на параметры, на пауты, на пауты, но не конкретно, как многие из танцем, но отвечает на то, что мне интересовало работать, на то, что пидая тело, и на это отношение между тело и другим. И в Бургозе, в стране, очень парка, очень арида, где я никогда не видел никого. Никто, 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 никто. Они как люди... Есть много инмобильности в любом смысле, в любом смысле, в любом смысле. Много инмобильности. Entonces, добавить в contrastе la инмобильность del lugar с alguien, который busca двигаться, мне parecía интересно explorать. Я, может быть, только добавлю, что любые традиционные формы, виды танца или то, что мы называем, например, народный танец, они занимаются другими задачами в том смысле, что они заняты передачей традиций, передачей формы. Это, знаете, как иконы. Иконы писали тот, кто видел, научил того, следующего и так далее. То есть такая передача традиции. Поэтому она про форму гораздо больше, чем про, как вы правильно заявили, живого, настоящего человека. А именно аффекты и, например, балет. Балет занимается репрезентацией. Балет – это кодифицированный язык. Там никто не занимается аффектами, эмоциями, неважно как это назвать. Это просто картинка, в которой стоишь в первом арабеске. Я надеюсь, что здесь нет балетных специалистов. Стоишь в первом арабеске, ты, значит, принцесса. В третьем ты уже коварная оболестительница. И все. И вот у тебя там 100 движений, и ты все сказки, на самом деле все они про принцесс и принцев, рассказываешь вот с помощью вот этих 100, грубо говоря, движений. То есть такая репрезентация, транслирующая определенную идеологию. Она не про живого человека. Просто дополнение. Как вас заинтересовал танец? Как вы к нему пришли и танцуете ли вы сами? Я не танцовала. Я не танцовала. Я, на самом деле, я тут я не танцовала, когда я 15 лет. И это было благодаря мне жене, что мне купил entrады для пина бауша, и для пина бауша кафе Мюллер. И когда я иду, пина бауша кафе, и когда я иду, пина бауша кафе, что-то изменилось очень глубоко в меня. Вы знаете, из этих моментов, в связи с чего-то, что ты изменяешь, очень глубоко, что-то, 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 и что-то, что-то, здесь, я иду в нашей жизни, ты у меня одну минуту, в кости, и с урожай с пина бауша, и я иду для пина бауша в этот момент. я говорю за пина бауша, потому что, мне кажется, я люблю язык. И таким, что-то и инфинитом, как он человек. Таким образом, это место, когда я занимаюсь, и elaborate. И у меня была последняя вопроса. с моей стороны. Я видел небольшой рабочий материал твоего нового фильма, над которым ты работаешь, в котором также задействована Моника, но на этот раз она не единственный исполнитель. Их двое. Фильм называется «Дуо». И тот фрагмент, который доступен в интернете, который я посмотрел, он целиком про взаимодействие двух людей танцующих. Можешь немножко рассказать про то, что ты пытаешься делать, потому что, насколько я понял, там есть какая-то связь тоже с деревней, с танцем, но на этот раз два человека, а не один. «Дуо» — это мой следующий проект, и, скажем, что у нас есть возможность продолжения с «Виентом». И это называется «Реальная гиря», которую мы делаем в 8 неделю, ставив на сцену дуо, который Моника и Колате, которая была пара, tanto на уровне профессионального и личного. И это будет, конечно, и будет, конечно, и будет, конечно, И там же будет ли уходит очень разнообразная связь с этим арте contemporáneo, который пытается привлечь к месту, и с моим видом urbanем, который мы с ним создадим, и посетим подобные арте и зоны распространены, и с уникой данной, и танцев, и донзи, и с людьми садами, андина, что están muy apegados a la naturaleza. Entonces será la historia de toda esta gira, de toda esta conexión con la tierra desde otro lugar y también la historia de la separación de la pareja durante la escenificación del dúo. É é hotel Vale la la es y la es Хорошо. nos es que es было желание показать именно ее творчество в процессе фильма. Почему оно скрыто, скажем так? Или это было вызвано тем, что стояла задача показать ее именно внутреннюю сущность и не брать рабочую поверхность ее мира, рабочая, вот есть область, она как хореограф, она работает. И вот ее внутренний мир, когда она с мамой, со своей семьей, вот почему не показали все-таки? Потому что у нас есть саимащен superficial в днце, но не кинеталя, не кинеталя не кинеталя, когда ты видишь у нас в действительном сфере, не кинеталя не кинеталя, и, правда, я не чувствовал бы, что не могло бы это увидеть, что мы хотели бы это сделать. Поэтому, чтобы верить, где она, где она транспортировала, и не так показывать Возвращаясь к тому, чтобы проверить, если он был perfect, это было как бы не интересовало в этом смысле. Не было что-то, что я думал, что мне нужно видеть, чтобы видеть его тело. И также, если бы мы сделали это, вдруг мы взялись много взаимодействия с ней. И это всегда исключает себя близко к ней. Поэтому, для меня, когда мы взялись, это очень странно. Потому что я ее потребляía. И была такая работа. И она тоже играла это, что, а то, что, а то, что, а то, что, что это была своя и не моя. Не сказать, что я буду, и я показываю, как будто это было в театре, где он был, потому что мы не знаем, как нередко. Мы в среде... И когда ты в медленном состоянии, мне не видно, я видно. Ну и на самом деле это же очень характерный симптом, сигнал вот этой попытки отойти от нарратива, который, опять же, в танце, в циническом танце тоже был реализован еще давным-давно, в середине, опять же, XX века, когда Мирс Каннигом разбил все пространство и когда все происходило параллельно, абсолютно разное, и ты, зритель, выбирал, как ты это все собираешь вместе. И, опять же, тоже когнитивные исследования впоследствии доказали, что да, человек соберет себе нарратив из любого хаоса, поэтому не надо ему собирать заранее, можно просто ему дать эту возможность. И 400 зрителей, посмотрев этот спектакль, соберут себе 400 нарративов. А я хотела, на самом деле, еще вернуться к тому, с чему Кирилл начал этот сегодняшний вечер. По крайней мере, для меня это так прозвучало, как такая особенность, что много женщин-режиссеров появляется. И в этой картине это в основном женщины. И в этом смысле, конечно, будет очень интересно увидеть следующий фильм, в котором все-таки появляется мужчина, как главное действующее лицо. Потому что, на самом деле, вот этот танец и производство пространства в танце, и вообще в танце, вы, наверное, замечали очень много женщин в истории, все главные имена практически – это женщины. Потому что это во многом такая женская энергия, да, создание пространства. Женская не в смысле гендера, да, понятно, в каждом из нас есть мужчины и женщины, а именно в смысле энергии, да, вот это вот давать время, растягивать, позволять всему происходить. Не агрессивно вырубать, как скульптура, например, да, из камня человека, а как бы рождать человека, да, каким-то невероятным, чудесным, до сих пор не воспроизведенным наукой способом. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо, Катя. Спасибо, Меричел. Хорошего вечера и приходите 21 числа.